Здравствуйте! Давайте поговорим о Беларуси. Да, заголовок, я думаю, многих удивил. Может ли Индия вложить 600 миллионов долларов в Гродно-Азот? Тот самый Гродно-Азот, который находится под санкциями. И новость, признаться, свежая. Причем, парадоксально для современной беларусской пропаганды, данная новость прошла в мониторинге еженедельном ЕБР. Причем там говорится о практическом ходе переговоров, то есть о том, что разговор идет и составляются планы. А беларусская пропаганда тихонечко, как говорится, молчит. Причем тоже с точки зрения подачи материалов есть два варианта. Условно говоря, части медиа говорят, что Индия может вложить. ЕБР и часть средств массовой информации, где эта информация прошла, говорят, что вложит. Суть развития производства азотных удобрений, соответственно, увеличением экспорта. И второе, естественно, если мы говорим о том, как производится экспорт по развиваемому сейчас Индией, коридору север-юг транспортному. И вот на этом сразу сделал лирическое отступление, когда говорил о Карабахе, о Биране. Многие земляки говорили, да что это, как это влияет на Беларусь, господа. А вот теперь объясняем на пальцах. Во время санкций, при отсутствии доступа к апартам. В этот период Индия развивает свой транспортный коридор через Иран, страны Кавказа и дальше к Балтийскому обору. Аналогично пояс и пути. Под это изменяется политика на Кавказе, вокруг Карабаха, среди прочего, потому что, как ни парадоксально сейчас, насчет Зангизурского коридора и Азербайджана России синхронно давит на Армению. И под это, естественно, возникают новые возможности для экспорта. Возможности, до которых, условно говоря, западные санкционные механизмы дотянуться не могут. Ну под это, естественно, в том числе развитие транспортной инфраструктуры. Вот так на первый взгляд, а при чем здесь Беларусь и вот что-то там далекое, а вот оно. Итак, давайте рассматривать, под что и куда. С точки зрения логики вложений, то есть им имеет ли смысл вкладываться в подсанкционное предприятие. Для Индии, да. Индия весьма чувствительна к стоимости удобрений и стоимости продуктов питания. Кстати, так же, как и Китай. И для Индии иметь гарантированный источник поставок азотных и фосфатных удобрений, это, в принципе, хорошая история. Мы сейчас скажем, что под санкциями белорусского предприятия, да, теоретически, да. Но есть, во-первых, варианты обхода, то есть, так называемая серая схема. Во-вторых, есть механизмы, которые Индия уже апробировала в торговле с Российской Федерацией. Это покупка за рупии. Ну, точнее, Индия имеет выбор, рупии либо юаня. Ну, с Россией они так, тоже лирическое отступление. Россию в 22-м году, в конце 22-го года хорошо кинули, выкупив огромное количество российской нефти за рупии. Но проблема была с конвертацией индийской валюты в какую-либо другую, потому что есть договор между Индией и Китаем о торговле в юанях и в рупиях. И, соответственно, русские думали через московскую биржу, то есть через юань выйти потом в доллар. Но китайцы сказали, что менять не будут. То есть, банков чайно не дал необходимые квоты. Ну, посему в России зависла индийская валюта. Ну, это так. Лирическое отступление. То есть, в случае с Беларусью тоже либо с индийской рупией, либо с китайской юаней и, соответственно, покупка. Почему Беларусь? Вопрос в цене царя и себестоимости. Если мы говорим об азотных удобрениях, то больше 60% в цене это стоимость природного газа. Соответственно, если газ дешевый, если поставки газа есть, если предприятие работает, и тем более, если оно ограничено в рынках сбыта, а западный рынок для гротного азота закрыт, то в таком случае вполне логичный подход это пытаться выкручивать руки по ценам, то есть покупать по приемлемым, на приемном ценовом уровне нужную тебе продукцию. Вопрос второй. С точки зрения логики, а всегда ли будут низкие цены? Либо приемлемые цены? И вот тут вновь таки возвращаемся к вопросу о том, насколько Российская Федерация будет зависеть через год-два от Индии и Китая. То есть Россия теряет европейский газовый и нефтяной рынок, причем этот процесс уже необратим. Она может вернуться, но на весьма скромных показателях. И при этом Индия и Китай, соответственно, наращивают свой импорт и они становятся основными потребителями российских водородов. Соответственно, влияние на Москву, то есть Россия уже не супердержава, не глобальная супердержава, да, она сильный региональный игрок, но она уже попадает на более слабую позицию, чем упомянутое именное государство. Соответственно, они имеют возможность несколько продавливать свои интересы через Россию. То есть ты имеешь влияние на Россию и, соответственно, в Беларуси ты имеешь актив. Второе направление, что если мы говорим о концерне Белнефтехим и желании русских монополизировать торговлю азотными, калийными удобрениями, то есть в том числе выкупить части белорусских предприятий, то, соответственно, вложение в белорусский актив, это тоже не позволяет создать такую монополизацию. С точки зрения политической вполне логичный шаг и вполне логичный шаг именно в период действия санкций, потому что это все можно провернуть раньше. Теперь вопрос, а готова ли Беларусь к реализации инвестиционного проекта, потому что 600 миллионов это достаточно большие деньги, это фактически строительство новых мощностей. И вот тут весьма интересная вещь, которая несколько мест, назовем так, улыбнула, это профильное издание под названием «Нефтехимия». Белорусское профильное издание, и белорусская пропаганда, она такая удивительная, то есть иногда надо сказать о своих, так сказать, успехах, либо подать сочинение о героической борьбе на экономическом фронте, но бывает, что сказано ли немножко лишнего. Тогда материал, который вышел, он быстро уходит. Но у бедолаг додуматься, что есть такая вещь, как веб-архив, то есть то, что опубликовано, оно, как правило, не теряется. Точнее, его можно затереть, но это делается явно не силами УАЦ, особенно в условиях, когда у тебя сложные отношения с западным миром. Ну, как бы там ни было. На сайте Белнефтекима за прошлый год, это, если не ошибаюсь, в июне месяце, было большое интервью с Олегом Курилинием, это председатель концерна, и, соответственно, где, среди прочего, говорили как о работе во время санкций, так и о больших инвестиционных мероприятиях. И вот среди инвестиционных, среди стратегии развития, то есть он говорил о необходимости и о желании увеличивать производство как минимум азотных, калийных, фосфатных удобрений, нетканых материалов, лакокрасочных материалов и так далее. То есть и это якобы делается, ну, исходя из теперешних работ по модернизации. Но журналист задал вопрос, а дальше что, есть ли большие проекты? И большие проекты таки, оказывается, есть. То есть на Гродно-Азоте и в Гумельском химическом заводе, это тот самый Билферт, то есть на Гродно-Азоте будет строительство азотного комплекса. Дальше будут работы по увеличению производства фосфорной кислоты, увеличению производства сетной кислоты. Ну, а ключевое это строительство азотного комплекса. То есть это как раз таки то, в чем заинтересована индийская страна. Стоит заметить, что такие идеи, они возникали раньше, причем на рубеже 2018-2019 года велись переговоры с рядом европейских компаний, которые бы могли вложиться, и европейские кредиты, и с европейскими банками, которые могли бы на это выдать кредиты. Ну, как сами понимаете, 2020 год схему несколько поломал. Речь идет фактически о строительстве еще одного завода, либо цеха, если хотите, возле Гродно-Азот. То есть, да, существенно увеличится производство. Поэтому сам проект, он прорабатывался достаточно давно, сейчас он актуализировался. Ну, соответственно, если об этом говорили в 2022 году, значит был расчет на появление неких денег. Такими деньгами могли стать китайские, но в условии, когда Беларусь вляпалась, как говорится, с головой в российскую авантюру под названием «Война против Украины», Китай, он с одной стороны политически поднягивает, но экономически он так смотрит. Для Индии вопрос азотных удобрений более важен. Индусы решили сработать. Поэтому вполне возможно. Теперь третья часть разговора и ключевая, которая заключается в возможных форматах. Итак, какие могут быть форматы такого сотрудничества? Первое, естественно, индийский кредит. Беларусь строит, так далее, а потом обязательство продавать. Это возможно в данных условиях, но, как бы сказать, попытки Александра Лукашенко в окружении наезжать на инвесторов, игра, скажем так, с кредитными линиями, но, мягко говоря, не делает из белорусских властей предсказуемых партнеров. То есть восприятие белорусской верхушки как предсказуемых политиков, его нет на Западе, его нет в Украине. И оно сейчас теряется, в том числе, в странах Большого Юга. Поэтому кредит, да, но тогда под хороший процент, под хорошие гарантии, ну и с выкручиванием рук официального Минска. Но снова-таки тут нет гарантии того, что продукция пойдет в нужном объеме. Но есть второй вариант, который вполне возможен в этот период. Строительство комплекса и выведение его в отдельное юридическое лицо в виде совместного предприятия. Где значительная часть акций, а скорее всего большая часть акций, будет принадлежать сразу нескольким индийским компаниям. Потому что, еще раз, инвестор будет не один. В таком случае, да, это уже собственность, это уже вложение. И официальную Минску будет несколько сложнее играть игры. Отправляем продукцию, не отправляем, отдаем кредит, не отдаем. Потому что, в данном случае, предприятие будет принадлежать не Лукашенко. И на это мы как раз-таки подходим к ответу на вопрос, а почему молчит белорусская пропаганда? Ну вы же помните тирады последних лет, что есть ключевые белорусские предприятия, которые никому продаваться не будут. Но это, как говорится, вот самый такой любимый кусочек. То, о чем говорили больше всего. Одно из таких, из наиболее известных предприятий. Его, как говорится, немножко будут, ну не то что деребанить, а начнется процесс продажи по частям. Еще раз, не весь Гродно-Азот, то есть база Гродно-Азота останется государственной. Но первое СП, это, как говорится, первый шаг для дальнейшего входа. Причем шаг достаточно серьезный. Возможно ли такое? Вполне, давайте вспомним белорусскую газотранспортную систему. То, что сейчас называется Газпром-Трансгаз-Беларусь. Помните, то есть в начале 25%, потом больше. Единственное, где сумели остановить, это в свое время, когда Лукоил ходил на Мозырский НПЗ. Ну там тоже не все так гладко. Вот поэтому индусы могут сыграть в такую игру, то есть где-то начав. И второе, в условиях перед парламентскими выборами, в условиях общей политической неустойчивости, перед 25-м годом, для Лукашенко, когда он нестабилен, говорить о том, что вот одним продавать нельзя, а другим мы подаем либо создаем СПшки, ну как-то не слишком удобно, либо не слишком безопасно. Поэтому еще раз белорусская пропаганда будет немножечко молчать. К чему это может привести? А вот тут достаточно интересно, потому что в данном случае тут уже независимо от Лукашенко, но такой вход, он будет, он как минимум многообещающий. Потому что еще раз, у Индии есть инструменты влияния на Россию по цене, по крайней мере для грудного азота, цене газа. Второе, это когда ты создаешь предприятие, выпускаешь определенный тип продукции и развиваешь транспортный коридор, соответственно ты заинтересованы в инвестициях в транспортную, в общем, в логистическую инфраструктуру. Поэтому тут в том числе и белорусская железная дорога, складские помещения и так далее и тому подобное. Это тоже может сыграть свою роль. Но как минимум, с точки зрения, кстати, политики, мы имеем еще одну вещь. То есть если индусы сработают, то есть 600 миллионов это достаточно большие объемы, чтобы говорить о появлении еще одного игрока, не только на экономическом, но частично и на белорусском политическом фоне, потому что за такие деньги всегда стоит охранять, либо оберегать, защищать и используя политические инструменты. Поэтому конфигурация вокруг Беларуси меняется и ситуация будет интересна. Судя по объявлениям на сайте АБР и сопутствующей информации, переговоры пока еще идут. Переговоры как по формату, так по объему и так далее. И вероятнее всего они будут близки к завершению где-то к августу 2023 года. Но как минимум за этой темой, за этим направлением стоит следить. Если у вас есть какая-то дополнительная информация, буду рад ее услышать, пишите в речку, с удовольствием посмотрим. В остальном, традиционно, спасибо, что смотрели, лайкайте, расшаривайте, комментируйте, спорьте, не верьте ни одному моему слову. То есть верить на слово нельзя, проверяйте информацию, сверяйтесь. Приходите к собственным выводам, вы можете соглашаться, либо не соглашаться, но выводы должны быть ваши. Подписывайтесь на канал, поддерживайте подпиской на Патреоне, а это полезная штука, как для вас, так и для меня, что она дает, пожалуйста. Что меня надыхает? Сдымать новые ролики, працывать с Ютуб? За одного боку реакция, комментарии, спрэчки, дискуссии. С другого, подтрымка, потому что финансовая подтрымка от тех, кто проглядает мои видео, это демонстрация того, что людям важно, что я хочу до нее стены, могут погаджаться, а не погаджаться, а для их важны сами эти темы. Отповедно, как подтрымать? Самый простый механизм, это праз Ютуб. А проще звычайной подписки, есть кнопочка «Долучиться». Долучиться, как это означает, вести у лик спонсоров або партнеров канала. Подписка от эквивалента одного доляра и выше. И она дае пэвные бонусы. Принамси. Обовязковый отказ подчас стримов. А не у забаве будут стримы только для тех, кто подписывается. А так само будут перед премьерой, только для тех, кто является спонсором канала. Но натурально после атаков набирается поведенная колькость таких спонсоров. Другая максимумасть, это подписка на Патреон. На Патреон максимум перейти альбо в заголовной сторонке канала, альбо в описании под видео, альбо третий вариант, просто набравший сторонку. Патреон это платформа сбору донатов. Тут, как вы бачите, есть достаточно великая разбежка вариантов, начиная от простого делу, заканчивающихся истотными суммами, что дае подписка на Патреон. Первый. Текстовая версия частки видео. Не скажу, что часто, а ли такое есть. Другой. Перед премьеры частки роликов. И чем далее, тем больше таких будет заявляться. Это означает, что частка видео с максимумностью спонсоровать, заявляется на Патреоне ранее. И, нареште, обовязковая коммуникация над теми, якие цикавые моим патронам. Тем, кто подтримливает. То бишь, люди задают питание, я отказываю. И отказываю досыть оперативно. Отповедно, я ще раз дякую тем, кто подтримливает меня. Про разные махчимости, подтримливает развитие канала. И для тех, кто вишит, что моя праца важная, глядите, спрочайтесь, калиешь махчимость, подтримливайте. Дякую. Ну и кстати, я думаю, что стоит завтра провести стрим по белорусской теме. Как говорится, прошел же и съезд, или слет белорусской диаспоры. Произошли несколько событий, посему стоит обсудить. Поэтому завтра предварительно на 20.00 стрима анонсик поставлю вечером. Ну и завтра выйдет еще один ролик. Он выйдет как премьера. Запишу его сегодня. Это пазер новой сделки Украины. Что, кстати, напрямую затрагивает интересы Беларуси в области удобрений. Может ли она быть сорвана? Как и когда она будет подписываться? И так далее. То есть сегодня я запишу. Завтра будет премьера на YouTube. Ну а сегодня вечером она будет доступна уже моим подписчикам на Патреоне. Это так, между прочим. В остальном радости, счастья, удачи. Мирного неба над головой. Всего наилучшего.